Леонидом Андреевым Всеми, всеми писателями, то он, конечно, ошибается, поскольку последователей, прямых, непрямых, у Леонида Андреева достаточно много. Но, как мне представляется, я выбираю самых характерных. Если ошибаюсь, ну что делать? Бывает, простите тогда. Ведь смотрите, Леонид Андреев не был философом. Он писал художественные произведения, рассказы, повести, пьесы и так далее. Ну, мировоззрение, взгляд человека, его взгляд на жизнь, на место человека вот в этом страшном, с его точки зрения, мире, в котором этот человек потерялся и прочее, этот взгляд, его можно подвести под ранг определенной философии. И я сейчас не стану рассуждать о философии Леонида Андреева, хотя в его творчестве она, конечно, присутствует. Мы к ней подберемся иначе, именно через его творчество. А сейчас я скажу лишь одно, что в советские времена, в советской литературе выпал Леонид Андреев. То есть, он начал, открыл некое литературное направление, которое на российской почве не получило продолжения. Ну, что я имею в виду? То есть, в общем-то, до 1956 года его практически не переиздавали. Ну, если какие-то где-то там провинциальные издания появлялись, то центральное издательство не издавали совершенно точно. И только потом вот он появляется снова, значит, на литературной арене. Но, тем не менее, то, что начал Леонид Андреев, оно не умерло, оно не исчезло, оно нашло своё продолжение. И переместилось, ну, так уж получилось, хорошо это или плохо, переместилось на Запад. И помните, мы же с вами говорили о некоторых западных авторах, я даже вот Агату Кристи называл, называл других писателей, я сейчас не хочу возвращаться к той теме. Мы, помнится, даже с вами заговорили о литературе ужасов, которая тоже, несомненно, брала, взяла своё начало из творчества Леонида Андреева. Ну, что касается литературы ужасов, был отдельный разговор, конечно, она возникла задолго до Леонида Андреева, но вот от него во многом тоже отталкивалась. И как же это вообще получилось? Ну, есть такая детская игра, наверняка кто из вас был когда-то маленьким, наверняка в неё играл, когда выстраивают костяшки домино, ну, и вы знаете, что если толкнуть одну костяшку, то потом они так начинают падать, и, в общем-то, остановить уже это падение невозможно. Так вот, собственно, на мой взгляд, пускай это будет моим видением того, что сделал Андреев, но мне представляется, что произошло нечто вот такое. То есть он вот выстроил эти костяшки, он толкнул их, они начали падать, ну, а потом, как я уже сказал, на российской почве эта линия Андреевская прервалась. Ну, а потом, как я тоже сказал, его начали печатать, и сказать, что прервалась совсем не могу. Ну, вот скажем, если я сейчас вам назову такого писателя, как Виктор Пелевин, то для меня лично он во многом продолжает именно то, что когда-то начал Андреев. То есть, да, получилась огромная пауза, перерыв, но, тем не менее, ну, если кто-то из вас читал его книгу «Чапаев и пустота», то вот там давайте крохотную цитатку приведу. «Не забивайте себе голову тем, что не имеет отношения к настоящему», – сказал Чапаев. «В будущее, о котором вы говорите, надо ещё суметь попасть. Быть может, вы попадёте в такое будущее, где никакого Фурманова не будет. А может быть, вы попадёте в такое будущее, где не будет вас». Как сказал Пелевин, Чапаев и пустота. То есть, когда вот натыкаешься на такие экзерсисы у Пелевина, то просто невольно вспоминаешь Леонида Андреева. Причём вспоминаешь даже, в общем-то, конкретные вещи. Скажем, там, дневник сатаны, который Андреев не закончил. Или, скажем, повесть «Он», тоже оставшаяся незаконченной. То есть, это конец, завершение, финал творчества Леонида Андреева. Ну, вы знаете, он умер достаточно рано и, наверное, дописал бы эти вещи, если бы ещё прожил сколько-то лет. Но дело не в этом. Он затрагивает тему. То есть, вот такая пороговая ситуация между реальностью и мистикой. И вот Пелевин её продолжает. Но сегодня у нас с вами разговор не о Викторе Пелевине. Вы уже прочитали заголовок. Видите, я выбрал для разговора Альбера Камю. И сейчас попытаюсь объяснить, а почему, собственно, я это сделал. Ну, начну с того, что об Альбере Камю мы с вами как-то уже беседовали. Я посвятил ему несколько видео. И если кто-то запамятовал, то вот привожу ссылку. Вы можете заглянуть туда и послушать, что я когда-то рассказывал о Альбере Камю. Ну, все мы люди. Я тоже живой человек. И ко всему наше отношение как-то перестраивается, меняется. И поэтому, если сегодня я скажу что-нибудь о Камю, такое, чего не говорил тогда, не удивляйтесь, потому что кое-что из написанного Камю я перечитывал, кое-что переосмыслял и прочее. Ну, а что же, собственно, общего я лично углядел между Андреевым и Камю? Или даже можно сказать не так. Я воспринимаю Камю сегодня как последователя, или, скажем, наоборот, Леонида Андреева как предтечу Альбера Камю. И тут возникает вопрос – экзистенциализм. Ну, вы знаете, существует такое, существовало, во всяком случае, такое философское направление. И если вы почитаете какую-то критику, обзоры и прочее, и прочее, то очень часто услышите, что вот Альберт Камю был представителем вот именно этого направления. И критики, которые это утверждают, и Леонида Андреева подтягивают туда же, заявляя, что вот Леонид Андреев тоже был экзистенциалистом. И не подумайте, что это какие-то там критики в каких-то журналах, даже диссертации уже сегодня на эти темы написаны. А я, как вы видите, в заголовок видео вынес «Не», я мог бы написать «Леонид Андреев и экзистенциализм», то есть пойти за ними. Но я всё-таки написал «Леонид Андреев и Альберт Камю». И надо объяснить, почему я поступил именно так. Во-первых, потому что само понятие экзистенциализм невероятно широкое. Это раз. И, во-вторых, само определение этого философского направления. Ну, давайте я, как всегда, приведу определение, напишу его на своей доске, ну, а потом мы с вами порассуждаем. Экзистенциализм – это от латинского «экзистенция» существование. Ещё его называют «философия существования». И это направление философии XX века, акцентирующее своё внимание на уникальности бытия человека. Я позаимствовал это вот определение из Википедии, ну, я его подсократил немножко, тем не менее позаимствовал оттуда. Но вы не подумайте, я человек дотошный, я заглянул и в несколько философских словарей. И я мог бы, конечно, привести определение более строгие, почерпнутые из этих словарей. Но не буду этого делать и сразу объясню почему. Потому что, ну, тут уже, поверьте мне просто на слово, они точно такие же размытые. То есть точно так же у них нет вот такой конкретности, чтобы было понятно. Вот досюда – это экзистенциализм, а чуть-чуть дальше – это уже какое-то другое направление. Всё это пересекается, перекликается, и поэтому давайте я не буду вас докучать этими определениями, а назову авторов, писателей, личностей, философов, которых вот эта критика и в тех самых диссертациях, о которых я вам говорил, то есть людей, которых причисляют тоже к экзистенциалистам. Ну, как правило, все, большинство, начинают с Сёрина Киркегора. Вот вам его портрет «Даты жизни». Ну, и когда вы посмотрите на портрет, ну и прочитаете, когда он жил, это 1813 и 1855 годы, то первое, что приходит на ум, что ни о каком экзистенциализме он просто понятия не имел, просто ещё такое философское направление не сложилось. Видите, даже в определении сказано, что это в 20 веке произошло, человек жил несколько раньше. Дальше. Ницше. Фридрих Ницше. Тоже вам его показывают, тоже «Даты жизни». И о Фридрихе Ницше мы с вами говорили, достаточно много говорили. И вот, тем не менее, его тоже зачисляют в экзистенциалисты. Но тут я должен оговориться. То есть, при жизни и сразу после смерти Ницше, он умер в 1900 году, когда философия Ницше стала невероятно популярной в Европе и прочее, тоже ни о каком экзистенциализме разговоров не было. Зачислили ли его в разряд экзистенциалистов где-то примерно в 60-е годы? То есть, когда возникло это философское направление, спохватились, как же, а как же без Ницше? И вот он тоже угодил в этот список. Ну, давайте ещё назову пару имён. Это Эдмунд Гуссерль. Тоже вот вам даты его жизни. Ну, опять же, Гуссерль жил уже и в 20 веке, видите, умер в 1938 году. Но, тем не менее, в общем-то, вошёл в философию, в историю, как основатель такого направления, которое называется феноменологией. Ну, я не буду сейчас погружаться и рассказывать, что такое феноменология и так далее. Скажу буквально несколько слов. Во-первых, Гуссерлем был брошен такой лозунг «назад к самим вещам». Видите, лозунг я написал на своей доске, а подписи, откуда его почерпнул, не даю, потому что просто Гуссерль неоднократно это повторял, и это потом повторяли другие, поэтому тут ссылок может получиться слишком много. Не хочу на этом задерживаться. Но идея его была такая – описывать явления, как они есть. Не погружаться ни в какие умствования, причинно-следственные связи, всё это второе, третье и пятое. Явление, как оно есть, то есть назад к самим вещам. Вот, собственно, идея его была. А ведь мы уже сказали, что экзистенциализм определяют как философия существования. Где здесь пересечение между Гуссерлем и экзистенциализмом? Честно признаюсь, теряюсь. Но, тем не менее, его тоже вот причисляют к экзистенциалистам. Ну и Мартин Хайдеггер, о котором тоже мы говорили, тоже даю ссылку, можете заглянуть. Начну или скажу, что Хайдеггер был, во-первых, учеником Гуссерля, и поначалу он исповедует его взгляды, то есть он тоже феноменолог, то есть занимается всем тем, чем занимался Гуссерль, но потом отходит от него и создает учение о бытии, дозень, так его называют. Ну, даже, видите, говорю по-немецки, потому что на русский так это слово и не перевели. И вот где-то там, в середине, что ли, своих философских исканий, в середине своей карьеры философской, вот именно эта часть и зачисляют её в экзистенциализм, поскольку потом всё-таки Хайдеггер и от этого тоже уходит. Ну, ладно, можно Хайдеггера коим-то образом причислить к экзистенциалистам, но надо всё-таки назвать хотя бы пару имён, которые, ну, действительно, ничего не скажешь, экзистенциалисты, от этого и не уйдёшь. Это, во-первых, Карл Ясперс, вот вам, пожалуйста, тоже его портрет, даты жизни. Он больше занимался историей, разработал теорию осевого времени и прочее. Не буду сейчас о нём рассказывать, скажу лишь одно, что да, занимался действительно проблемами бытия, философии, существования, можно так сказать, и относят его к экзистенциалистам. И Лев Шестов. Вот тоже вам его портрет, его даты жизни и прочее. Но скажу сразу, что от всех них Альбер Камю отчаянно совершенно открещивается, развенчивает и Ясперса, и Шестова, и набрасывается на всех остальных. И пускай это будет третьим пунктом моих рассуждений. А рассуждения мои тут, видите, свелись к чему? Что сам Альбер Камю себя экзистенциалистом не считал. И, собственно, поэтому я и вынесу в заголовок своего видео Леонид Андреев, Альбер Камю, чтобы вот экзистенциализм где-то вокруг да около, а всё-таки мне хочется протянуть именно вот эту линию. Значит, я уже сказал, что не считал себя Альбер Камю экзистенциалистом, и, собственно, вот что он сам по этому поводу пишет. Когда имеешь дело с философскими учениями экзистенциалистов, нельзя не заметить, что все они без исключений предлагают мне бегство от действительности. Они своими странными рассуждениями обожествляют то, что их подавляет, и находят пищу для надежды в том, что их обездоливает. По самой своей сути, эта надсадная надежда у всех них религиозна. Вот какое слово прозвучало – религиозна. С одной стороны, экзистенциализм, философия существования, а Камю утверждает, что вот эти самые экзистенциалисты занимаются тем, что бегут от действительности. Ну, а если человек, философ, неважно кто, бежит от действительности, то куда он, собственно, может убежать? Ну, можно убежать в иллюзию, можно убежать в какой-то вымысел, можно убежать во что-то трансцендентальное. Ну, а трансцендентальное – это то, что вот существует за порогом нашей действительности, нашей реальности. То есть, это Бог, это религия, и поэтому вот Камю, который сам в Бога не верит, он атеист за мозга костей, обвиняет вот экзистенциалистов в том, что они, исповедуя то, что исповедуют, в общем-то, исповедуют на самом деле религию. Ну, тут можно, конечно, и поспорить с Альбером Камю, и поспорить под каким углом. Ну, видите, я вам сколько имён уже перечислил, а кто-то заметил, наверное, и скажет, ну, а как же? А почему не назвал Жанна Поля Сартера? Вот вам Жанна Поля Сартера, конечно, экзистенциалист на все 100%. Человек сам себя считал таковым, считал, что исповедует именно эту теорию, именно эту философию. То же, как и Камю, абсолютный атеист, то есть тут нет никаких расхождений у них. Но, тем не менее, Камю, который какое-то время был близок к Сартру, потом, ну, не хочу сказать, с ним поссорился, но на философском уровне и с ним разошёлся. И поэтому, дальше, ведя разговор, снова возвращаясь к линии Леонида Андреев-Альбера Камю, я, может, где-то и затрону Сартера, но всё-таки буду говорить о Камю, поскольку, как вы видите, и как я вам тут сказал, что их пути расходятся. И мало того, что они расходятся, я тут вообще не хочу слишком погружаться в проблемы внутренние, там, в самой теории, в самой философии экзистенциализма, поскольку это наверняка интересно, не сомневаюсь, но это всё-таки другая тема. А мы с вами начали с Леонида Андреева и Альбера Камю, и, собственно, я вот к этой теме и вернусь. И, подведя итог из той цитаты, которую я вам привёл, мы можем сказать одно, что Камю религию на корню отрицает. Но отрицает ведь религию и Леонид Андреев. И давайте вам, как всегда, приведу цитатку. Это из его рассказа «Христиане». «Молиться? А у меня и слов таких нет, чтобы молиться. Да о чём молиться-то? Того света я не боюсь, хуже не будет. А на этом свете молитвы многого не сделаешь. Молилась я, чтобы не рожать. Родила. Молилась, чтобы ребёнок при мне жил, а пришлось в воспитательный дом отдать. Молилась, чтобы хоть там пожил, а он взял, да и помер. Мало ли о чём молилась, когда поглупее была. Да спасибо добрым людям. Отучили. Нет уж, какая я христианка, господа судьи. Зачем пустое говорить? Ну, напомню, в двух словах сюжет содержания этого рассказа. Идёт суд, и на суд приглашают свидетелей. И эту вот самую гражданку Караулову приглашают на этот суд в качестве свидетельницы. Ну, а я уже рассказывал о том, как осуществлялся суд в те времена. Сидят вот эти заседатели, сидит судья, сидят прокурор, адвокат и прочее. И свидетели должны давать какие-то показания. И перед тем, как начать давать эти показания, они клали руку, значит, на священное писание и клялись перед Богом, что, значит, не солгут, скажут только правду и прочее, и прочее. Но для того, чтобы поклясться, надо верить в этого Бога. И вот, значит, это Караулова, когда её спрашивают, а кто она и прочее, она, во-первых, заявляет, что она проститутка. Вот так вот прямо называют то, чем она занимается. Ну, в конце концов, значит, присяжные, там, все начинают говорить, ну, не имеет значения, нам, значит, надо, чтобы ты поклялась. А она на это отвечает, а как я могу поклясться, если я в Бога не верю? И, собственно, вот цитата, которую я вам привёл, это вот её текст, как она объясняет своё неверие. И что любопытно, в конце концов, Андреев ведь написал этот рассказ, и, читая этот рассказ, достаточно ранний, он написан в 1904 году, мы можем однозначно отметить, что он стоит на стороне этой самой вот Карауловой. То есть он симпатии изображает её, она честно говорит то, что есть, понимаете, не лжёт. И оказывается, что совсем не обязательно верить Бога, быть вот религиозным человеком и прочее, чтобы быть вот честным, ну, хотел сказать, порядочным. Да, если женщина занимается проституцией, о порядочности здесь несколько сложно говорить, но под это можно подвести разные причины, обстоятельства и прочее. То есть Андреев нам тоже это там покажет. То есть мы понимаем, почему это с ней случилось. И ведь на самом деле точно о том же заговорит и Альберт Камю. Из того, что Бога нет, ещё не следует, что нет никакой морали. Это из его записных книжек. То есть, видите, я уже сказал о том, что Камю тоже религию Бога отрицает. Для него Бога не существует, он атеист. Но из этого вовсе не следует, что человек может быть аморальным, совершать какие-то скверные поступки, лгать, обманывать и так далее. То есть для Камю, если Бога нет, это не значит, что не существует никакой морали. И эту мысль он не только в записных книжках изложит, он её разовьёт в своём романе, повести. Ну, его по-разному называют. Я имею в виду его книгу, скажу так, посторонней. «Почему вы отказываетесь принимать меня, когда я прихожу?» – спросил он. Ну, я сразу прокомментирую, то есть это священник хочет прийти к заключённому, который сидит в камере. На это я ответил. Повествование там идёт от первого лица, ответил я. Ну, на самом деле это говорит мсье Мерсо, так зовут этого героя. На это я ответил, что не верю в Бога. Он осведомился, он – это опять священник. Убеждён ли я в своём неверии? И я сказал, что мне нечего и спрашивать себя об этом. Вопрос о Боге не имеет для меня никакого значения. Ну, я уже сказал, что героя книги зовут мсье Мерсо. Он такой мелкий чиновник, и он совершил убийство. Я сейчас не буду возвращаться к сюжету этой книги. Книга потрясающая, если кто не читал, то просто обязан прочитать. Но дело в том, что это всё достаточно случайно происходит. Никакого замысла убивать у него нет и прочее. Но давайте я всё это отмету. Остаётся одно, что убийство таки было совершено. И человеку, этому самому Мерсо, выносят приговор. Смертный приговор, вы должны казнить. И, естественно, как это делалось, наверное, сегодня делается. В камеру приходит священник, там, исповедовать и прочее. И он отказывается, этот Мерсо, от исповеди и прочего. Поскольку он не верит в Бога и так далее. То есть, видите, вот как показывает нам это Камю. То есть, само по себе неверие отнюдь не означает, что человек обязательно должен быть каким-то аморальным и прочее. Да, этот Мерсо, можно к нему по-разному относиться. Назвать его антигероем. Можно не испытывать к нему никаких симпатий. Всё это так. Я тут не хочу сказать, что нам Камю преподносит этого Мерсо, как человека для подражания, там, не дай Бог, или что-то такое. Но одного у него не отнять. Он честно говорит то, что думает, честно говорит то, что чувствует. И вот священнику высказывает то, что высказывает. И если сейчас мы с вами вернёмся к Леониду Андрею, то ведь я мог бы сослаться не только на рассказ христианин, который я привёл. Я мог бы сослаться, например, на жизнь Василия Фивейского. Но давайте мы сейчас с вами пока не станем трогать ни жизнь Василия Фивейского, ни дневник сатаны, где тоже на эту тему будет очень и очень много всяких рассуждений. Я пока ограничусь цитатой из этих христиан, я думаю, что, в общем-то, понятна позиция Леонида Андреева в этом вопросе. И всё же остаётся вопрос, почему я в заголовок своего видео поставил вот эти два имени – Леонид Андреев, Альберт Камю, и почему решил посвятить этому свой рассказ и вообще отыскивать тут какие-то связи. Я должен сразу сказать, что Альберт Камю на творчество Леонида Андреева нигде не ссылался. То есть вы можете прочитать всё, что он написал, все его философские труды, не только художественные произведения имени Леонида Андреева вы там не встретите. И вообще поэтому не буду утверждать, что он знаком с творчеством Леонида Андреева, хотя не исключено. Я уже говорил о том, что Леонида Андреева очень рано начали переводить, и что-то, конечно, Камю могло попасться на глаза, но это, так сказать, из области домыслов. Не ссылался на его творчество, и никаких фактов у меня на руках, что, значит, отталкивался от творчества Андреева у меня нет. Но, тем не менее, я это утверждаю, и, собственно, всем своим видео пытаюсь это доказать, что Камю продолжает то, что начал Андреев. Хотя делает это, конечно, по-своему. Ну, и если взглянуть на вопрос чуть-чуть глубже, то нам станет понятно, почему это происходит. Ну, я уже говорил об этих костяшках домино, помните, в самом начале, которое Андреев толкнул, они падают, падают, уже ничего тут сделать невозможно, они будут продолжать падать. Ну, ладно, это, так сказать, образ такой, метафора, если хотите. А ведь дело в другом. Дело в том, что и Андреев, и Камю в своём творчестве отталкиваются приблизительно от одного и того же фундамента. И вот, собственно, эти отправные точки, я сейчас попробую на них задержаться. Этих отправных точек несколько. Мы уже с вами говорили о том, как относился Леонид Андреев к философии Артура Шопенгауэра. Ну, для убедительности, поскольку я заговорил снова о Андрееве, и, видите, пытаюсь увязать его с Альбером Камю, напомню кое-что из того, что Леонид Андреев говорил о Шопенгауэре, ну, и приведу ещё одну цитату, которую раньше не приводил. Это письмо, которое Леонид Андреев пишет Максиму Горькову. «Читал ты мир, как воля и представление. Весь я сейчас под властью этой великолепнейшей книги, такой умной, такой красивой и стройной. В ней нет ничего мистического, неясного, подмаргивающего. Крепкая, сильная, смелая человеческая мысль работает честно и открыто, как в лаборатории». Вот как отзывается о Шопенгауэре Леонид Андреев. Ну, и ещё две цитатки, которые приводил. Они очень коротенькие, но они нас должны утвердить в том, что действительно Леонид Андреев целиком и полностью принимает философию Артура Шопенгауэра. «Они декаденты, насилуют Шопенгауэра, а я люблю его и потому ненавижу их». Это опять вот Леонид Андреев. Ну, и ещё совсем в молодости, ещё до того, как проставился и стал большим писателем, он как-то выдал своей двоюродной сестре Зое такую тираду. «Ты думаешь, что вся Вселенная существует, а ведь это только твоё представление, да и сама ты, может, не существуешь, потому что ты тоже только моё представление». Ну, Камю так напрямую нигде не будет ссылаться на Шопенгауэра, но то, что говорит, проговаривает, как в своих философских работах, так и в художественных произведениях, Камю однозначно нас подводит к мысли, что и он отталкивается от Шопенгауэра. «Мир абсурден, но это сказано чересчур поспешно. Сам по себе мир просто неразумен, и это всё, что о нём можно сказать. Шопенгауэр тоже отрицал этот мир. Или человеку открывается объятое огнём и скованное льдом прозрачное и ограниченное в своих пределах Вселенная, где всё невозможно, однако всё дано, и вне которой нет ничего, кроме гибели и небытия». И вот, когда прочитываешь всё это, то просто трудно удержаться, чтобы в памяти не вызвать высказывания на тот же предмет Артура Шопенгауэра. Только что я привёл вам Камю, а вот что говорил или писал Артур Шопенгауэр. «Всё, что принадлежит и может принадлежать миру, неизбежно обречено и существует только для субъекта. Мир представления». То есть нет никакого мира. То есть это только то, что мы представляем, и в реальности ничего не существует. Или «Смерть бесспорно является настоящей целью жизни и нельзя указать другой цели нашего бытия». То есть смерть – это единственный выход из той ситуации, в которой мы, люди, вроде бы как находимся. И ведь к аналогичной мысли придёт и Альберт Камю. Ну, я уже упоминал его постороннего. Вот тот самый Месье Мерсо. «На пороге смерти мама, вероятно, испытывала чувство освобождения». Это он сидит в камере смертников и размышляет. Размышляет о смерти своей матери. И оказывается, он теперь это понимает перед смертью освобождение. То есть если для Шопенгауэра смерть – это выход из этого порочного круга, то смотрите, и герой Камю приходит к тому же выводу. И ещё приведу цитату из постороннего. «Для полного завершения моей судьбы, для того, чтобы я почувствовал себя менее одиноким, мне остаётся пожелать только одного – пусть в день моей казни соберётся много зрителей, и пусть они встретят меня криками ненависти». Вот оказывается как. Пускай они его ненавидят, пускай кричат, он-то знает, Мерсо, что он освобождается от всего того кошмара, а он именно так воспринимает жизнь. То есть возникает идея смерти. Ну вот давайте на этой ноте, такой, ну, явно пессимистической, но тем не менее нот «Куда деться?» минор, я и остановлюсь. Потому что теме смерти очень много посвятит, уделит внимание Альбер Камю, очень много уделит внимания Леонид Андреев, о котором мы говорили. Ну и про Шопенгауру я уже сказал. Давайте я здесь, как сказал, прервусь. Но в дальнейшем в моём рассказе появятся и другие философы. А сейчас давайте попрощаемся и до скорой встречи. Продолжение следует...